Привет, друзья! Сегодня мы с вами собрались, чтобы обсудить самые захватывающие и качественные игры для мощного ПК. Если у вас есть высокопроизводительный компьютер, то этот топ-10 игр точно для вас. Alan Wake 2 – это психологический триллер ужасов с элементами экшена от третьего лица, с хорошо проработанной сюжетной линией. События игры разворачиваются спустя несколько лет после сюжета первой части и всех игр, в которых так или иначе был представлен Alan Wake. Знаменитый писатель остается в этой мрачной обители на дне озера. Он не может покинуть это место, потому что он единственный, кто может контролировать тьму, захватившую мир. Однако Alan не унывает и пытается найти выход из сложившейся ситуации и в конце концов выйти в реальный мир. Главному герою снова придется посетить как знакомые, так и новые места в маленьком городке Америки. Сюжетная линия стала еще более мрачной, захватывающей и интригующей, чем в первой игре. Как и прежде, геймеров ждут неожиданные повороты сюжета, которые удивят многих. По мере развития действия в игре появятся некоторые из старых персонажей, переживших первую часть серии. Также ожидается появление новых ярких персонажей и злодеев. Если говорить о геймплее, то он улучшен во всех отношениях. Как и прежде, это экшен от третьего лица, в котором вам придется использовать источники света и огнестрельное оружие, чтобы уничтожать врагов. В связи с этим появятся новые виды оружия, различные гаджеты и улучшения. А Alan освоит новые боевые навыки и сможет использовать больше различных фишек. Это позволит сделать бои более интенсивными и разнообразными, но при этом не выходящих за рамки правил. Важно помнить, что герой не солдат, а писатель, поэтому у него не будет никаких супернавыков. Avatar Fronties of Pandora Это красочный приключенческий проект, действие которого происходит в ярком фантастическом мире Аватара. Встаньте на место Нави, коренных жителей Пандоры, и познайте их удивительную связь с миром природы. Парите в небе на величинных баньши, пересекайте обширные ландшафты и вступайте в схватки с РДА, человеческой корпорацией, стремящейся эксплуатировать ресурсы. Они начали войну против коренного населения Пандоры, используя все имеющиеся в их распоряжении технологии. У жителей этой планеты нет другого выбора, кроме как дать отпор, используя свою силу и ловкость, а также некоторых уникальных животных, умеющих летать. Эти драконоподобные существа могут развивать значительную скорость, ловко уворачиваться от летящих пуль и снарядов. Геймеры смогут насладиться независимой и уникальной историей, которая разворачивается на неизвестной планете Пандора. Также игроков ждет захватывающая перспектива от первого лица в открытом и красочном мире. Раскройте тайны этого яркого мира благодаря захватывающему сюжету, раскрывающему историю и секреты планеты. Cyberpunk 2077 – это актеон РПГ, действие которого разворачивается в технологическом мегаполисе ночного города, где корпорацию управляют всеми сферами жизни, а уличные банты и киберпреступники правят улицами. Игроку предлагается стать наемным охотником за головами, известным как Ви, и исследовать открытый мир, выполнять различные задания и участвовать в эпических баталиях. Игра предлагает широкий выбор умений и стилей игры, позволяя игроку создавать персонажа по своему вкусу. Важным элементом игры является развитие киберпротезов и улучшение персонажа, которые позволяют улучшить его навыки и способности. В игре также присутствует моральный выбор, который влияет на ход сюжета и отношения с другими персонажами. Графика и атмосфера игры являются одним из ее главных сильных сторон, а также эпичные сюжетные повороты и захватывающие боевые сцены делают киберпанк отличным выбором для любителей киберпанка и научной фантастики. Star Wars 2D Survival продолжил тестование о жизни Кэла через 5 лет после прошлых событий. В этой галактической экшен-адвенчуре с ведома от третьего лица тебя ждет захватывающий сюжет, который погрузит тебя в мир, погружающийся во мрак. Вам снова придется встретиться с новыми и старыми врагами, а также принимать важные решения, чтобы спасти близких к Кэлу людей. Теперь Кэл – могучный джедай-рыцарь, и вам предстоит пройти вместе с ним через новые испытания. Боевая система, основанная на киношных приемах, вернется с новыми способностями силы и стилями боя на световых мечах. Вы сможете творчески использовать все эти возможности и оружие, чтобы тактически справляться с усиленными противниками, а также решать загадки и преодолевать препятствия. Также вам предстоит исследовать новые планеты и знакомые местности с уникальными биомами и врагами. Вы можете освоить новые навыки, оборудование и способности, которые расширят ваши возможности в борьбе, исследовании и перемещении. Resident Evil 4 Remake – захватывающий экшен-приключения от третьего лица, где мы снова вступаем в схватку с коварными и бесчеловечными зомби. В этот раз тебе предстоит взять на себя роль главного героя, агента Кеннеди, чьей целью является спасение дочери самого президента. Всегда исполнявшись свои задания с легкостью и точно в срок, на этот раз Кеннеди столкнется с еще более ужасными преградами, к которым необходимо тщательно подготовиться. Одним из главных обновлений в этой игре следует отметить улучшенную графику, которая стала невероятно реалистичной, погружая тебя в еще более пугающую и напряженную атмосферу. Игровый мир стал более детализированным и проработанным, позволяя тебе исследовать самые скрытые уголки и тайные локации. Свои принимаемые решения будут оказывать влияние на развитие сюжета, поэтому ты всегда должен быть внимательным, обдумывая каждый шаг и применяя свою сообразительность и хитрость. Сюжет игры насыщенный и многогранный, так что у тебя точно не будет времени на поскучать. Hogwarts Legacy – это захватывающая ролевая игра, которая отправит вас в увлекательное приключение по вселенной Гарри Поттера с открытым миром. Вы сможете путешествовать по знакомым и совершенно новым местам, встретить уникальных персонажей и завести новых друзей. Вы увидите множество волшебных чудес, узнаете совершенно новые заклинания, научитесь варить самые сильные зелья и усовершенствуйте свои собственные чердейские таланты. Вы будете играть роль студента, которому дана уникальная способность воспринимать древнюю магию, так как не могут даже самые опытные волшебники. Этот дар вполне может стать вашим проклятием, и вы должны сделать самый сложный выбор в своей жизни, решив, использовать ли это умение во благо или притвориться, что ничего не существует. Искушение возникает каждый день, и вы должны бороться с ним и не поддаваться этому злу. Эта игра позволит вам в полной мере ощутить уникальную атмосферу жизни в Хогвартсе. Вы будете посещать занятия, получать оценки своих знаний и изучать новые предметы. Также вам придется сражаться с темными волшебниками, используя против них все полученные знания. От вашей роли будет зависеть судьба волшебного мира, которому вновь угрожает страшная опасность. Вы можете написать свою собственную историю и вписать свое имя в легенды и мифы могущественных Хогвартсов. Robocop Rogue City – это игра борьба с преступностью, основанная на знаменитом роботе-полицейском. Основные события происходят в городе Детройте. Горелайз принадлежит не мэру, а коррумпированным корпорациям. Разгул преступности достигнет бывалых высот, и полиция не в состоянии дать отпор многочисленным бандам и гангстерам. Столкнувшись с этими реалиями, робокоп вынужден принять кардинальное решение, и он возвращается на арену. На половину человек, на половину машина робокоп вступает в ряды вооруженных сил, чтобы бороться с преступниками. Город Детройт буквально тонет, и только человек, заключенный в тело робота, может положить конец преступности. Вы вооружены надежным автоматическим пистолетом и прочной броней, созданной по последнему слову техники. Вы имеете многолетний опыт борьбы с преступниками и должны уметь справляться даже с самыми опасными ситуациями. Вам предстоит сражаться со злом, которое угрожает всему городу, ставшему вашим домом. Вы должны бороться за правду, используя свои собственные суждения, а не слепо следовать приказам, которые для вас приготовили. В опасной ситуации нет времени на размышления, необходимы решительные и смелые действия. Мы должны импровизировать, придумывать, как использовать наши инструменты и победить наших врагов. Действуйте осторожно и никому не доверяйте. Atomic Heart – это динамичный шутер от первого лица, действие которого разворачивается в альтернативной советской России. Игроку предстоит исследовать таинственное научное учреждение, полное опасных монстров и технологий, и разгадать загадки загадочной аномальной зоны. В игре представлены различные виды оружия, от классических штурмовых винтовок до роботизированных пулеметов, а также возможность использовать свои технические способности, такие как телекинез и электричество. Каждое решение и действие игрока влияет на развитие сюжета и окружающий мир. Графика в Atomic Heart выполнена в стиле ретро-футуризма, сочетая в себе элементы научной фантастики и советской эстетики. Игра обещает увлекательный игровой процесс, захватывающий сюжет и непредсказуемые повороты, которые не дадут игроку заскучать ни на секунду. Dead Island 2 – это ролевая игра в жанре survival horror, действие которой происходит на вымышленном калифорнирском острове после вспышки зомби. Игроки берут на себя роль одного из нескольких выживших, каждый из которых обладает своими особыми способностями и древом навыков. Геймплей отличается быстрым темпом и жестокостью, и игроки используют разнообразное оружие ближнего и дальнего боя, чтобы сражаться с неумолимыми зомби. Также присутствует глубокая система создания предметов, позволяющая игрокам создать и модифицировать собственное оружие и предметы. Сюжет рассказывает о выживших, которые пытаются выбраться с острова и найти способ остановить распространение эпидемии на материке. По пути они столкнутся с различными персонажами, включая безумного ученого, военную группировку и группу выживших, которые создали свое собственное общество. В игре представлен широкий спектр игровых механик, включая цикл день-ночь, динамичную погоду, систему голода и жажды. В игре также есть многопользовательский режим, позволяющий игрокам объединиться с друзьями и вместе бороться с зомби. Uncharted 4 FF's End Приключенческий экшен, в котором главные персонажи ищут сокровища пирата Генри Эвери. Пират получил это богатство после захвата корабля Ганг и Савай. О поиске героев постепенно привели их в Либертолию. Это заброшенные руины древней пиратской колонии. Данная часть обладает множеством флешбеков. Повествует о взаимоотношении между персонажами, а также рассказывает о событиях, где участвовал Нейтан Дрейк. Геймплей происходит от третьего лица и вмещает элементы трехмерного платформера. Большую часть прохождения вы будете контролировать Нейтана Дрейкона. А в пятом эпизоде возьмете управление над Сэмом и Кейси. На уровнях предстоит прыгать по зданиям, цепляться за выступы, раскручиваться на веревках и выполнять другие элементы паркура. Все это для того, чтобы преодолевать препятствия, быстрее перемещаться и неожиданно подать на врага снизу или сверху. По мере прохождения понадобится вести дневник Дрейка, где содержатся найденные записки и имеются подсказки к решению многочисленных задач. Инвентарь у героев ограничен. Вы сможете нести один автомат, винтовку, пистолет и холодное оружие. Пушки можно менять, подбирая их у погибших врагов, либо находя на локациях. Осталась и механика стелса. Благодаря ей можно бесшумно убивать врагов и целые отряды, чтобы они вас не замечали. Впрочем, вы можете проходить уровни, убивая всех соперников с дальнего расстояния при помощи снайперки. Идти на пролом со штурмовой винтовкой, либо карабкаться по зданиям, убивая соперников в спину и производить меньше шума. Надеюсь, что мой топ вдохновил вас на новые игровые приключения и помог выбрать те самые игры, которые удивят вас своим качеством и геймплеем. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте делиться своими впечатлениями в комментариях. Увидимся уже в следующем видео. До новых встреч и всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова